Потому что я себя чувствую, не знаю даже как я себя чувствую, но наверное из разряда того, что мне это не сильно нравится. Самая забавная ситуация в чем? В том, что когда эта дивная компания Югория приперлась в наш город, а дело-то было в оконцовке, ой, я тебе сейчас даже скажу, а, о, как раз 2021 марш, помна ты батона, совсем забыл, да, 20 лет я уже, 20 лет. Я вам объясняю и мы вместе с вами работаем. Так вот, 20 лет назад я начал программу автостоп, но чуть-чуть позже, ну где-то грубо говоря еще полгода отстегнуть и получится то, что должно быть. Октябрь месяц 2021 года пришла к нам контора под названием телекомпания Югра и мы ей отдали 29 каналов. А мы тогда работали, у нас люди были хорошие, красивые, мне тогда все нравились. Да-да-да-да, это еще был Магнитогорский корпунг ЧГТРК. Блин, ну симпатяга была красивейшая. Да, мне это, да просто изюм был, я помню Валерия Гемерверта, да, он еще тогда помогал мне снимать. Я даже ему, даже он сделал замечательный рекламный ролик, вы можете посмотреть, молодец, это был лучший специалист, я естественно научился, потому что он был крутым, ну так вот, и мы эту Югорию, телекомпанию Югра раскручивали в Гории Магнитогорске, да, 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 что теперь случилось, ну как вы представляете, да, я небольшой человек под названием Тепотелезвездун, а вы думали, что я не такой, нет, я именно такой, и как правило, когда обращаемся мы в страховые компании, то люди думают, что, а зачем мы с этим Тепотелезвездуном будем отношения портить, да, 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 вот вопрос возникает, да, вот, и никто, никаких тараканов, ничего не случилось до того момента, когда в меня, в очередной раз в меня въезжают машины, то есть у меня ситуация достаточно простая, я очень редко попадаю в аварийные ситуации, и как правило, зная работу наших страховых компаний, я, если что, получается, лезу в свой карман, потому что не хочу я, чтобы у человека возникали проблемы, я плачу, но это редко случается, естественно, редко, ну, крайне редко, но в данном случае мне ударили машину, вот, и человек оказался застрахованной вот этой дивной страховой компанией Югория, почему я демонстрирую и объясняю вам, что перед тем, как вы будете страховать свою машину, вам необходимо посмотреть мои сюжеты, пункт номер один, я никогда никого не шевеляю, это раз, во-вторых, если уж кто-то накосячил, то извините, к сожалению, наше телевидение сейчас под цензурой, жесткая, нехорошая цензура, да, 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 но, 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 один человек уже сделал показатель того, что Ютуб смотрят все, я надеюсь, и вы будете смотреть Ютуб, и прежде чем вы машину застрахуете, прежде чем вы застрахуете свое имущество, прежде чем вы застрахуете свою жизнь, без того, без третьего, без четвертого вам жить не получается, по одной простой причине, к сожалению, уже сделано страхование, а так было приятно, я помню то дивное мгновение, когда я бы ехал на 600-м Мерседесе, и все бы меня опасались, ну, потому что они знали, сколько это дело обходится, а сегодня я не опасаюсь, ты что, и страховая закрутила, но раньше-то было, представляете, да, я большой поклонник того времени, и мне не надо рассказывать сказку, что сейчас хорошо, если честно, то сейчас вообще ничего хорошего не придумано, было тогда хорошо, сейчас ничего хорошего нет, ничего, и даже не рассказывайте мне сказки, сейчас нас придавили по самые кривые помидоры, вы не можете ездить на 600-м Мерседесе, потому что транспортный налог, с чего, с какого перепуга, мы его дважды платим, один раз за бензин платим, один раз за транспортный налог, да вы офигели что ли, господа мои, ну, это отдельная тема, и немного непонятая, вот, после этого еще страховые компании всех наколбасились, да, то есть вы без страховки не можете, в природе, все, кто ездит на машине, хорошо, вы не ездите на машине, да, но вы ездите за Бугор, да ведь, так, а как вы поедете за Бугор без страховки собственного здоровья, а не получается, хорошо, вы не ездите ни туда, ни сюда, но есть такие товарищи, которые не хотят ездить на машинах, но иногда они смотрят интернет-вещание, то есть я бы, я бы честно зарекомендовался, все-таки, зная о том, что у нас температурочка подышается, да, вот я сейчас нахожусь на улице, да, сегодня 5 число, 5 число, февраля месяца, да везде все тает, это год 2021, то есть тает начало еще 2 марта, а февраля, естественно, что я гоню-то, то есть, а вот теперь, когда первая у нас была, первая теперь у нас была в 2021 году, в январе месяце, раньше этого не было, раньше таяло вот так вот, вот так, как сейчас, если честно, по-моему, только, блин, так вот, если честно, когда на улице плюс 3 градуса, если честно, на Урале, вы, может, чуть позже посмотрите, и тогда скажете, что Леша в свое время об этом и говорил, так вот таять раньше так вот начинало где-то в пределах после 8 марта, то есть, ну, разница есть месяц, да, понимаете, о чем я объясняю, вот и все, а раз у нас начало таять, это для тех, у кого дома есть, да, то есть вы должны понимать, что скоро так и случится, к нам придут ураганы, смерчи и торнадо, не знаете, это уже в Америке существует, да, там и торнадо, и смерчи постоянно, и чем Америка хороша, тем, что там все-все-все застраховано, то есть, вам три варианта, страхование недвижимости, страхование здоровья и страхование автомобиля, и когда вы будете застраховываться, потому что другого варианта не существует, поверьте мне, мой вам последний совет ехать в эту нехорошую компанию, которая поступила себе таким образом, к слову о том, естественно, этот материал отправлю в офис туда, по одной простой причине, по одной простой причине, что они вообще мне не доплатили, мне приходится машину ремонтировать самому, потому что я ничего не буду говорить, я не говорю там выше крыши, пятое, десятое, нет, ребята, но вы даже не заплатили за один мой блок, фара задняя, понимаете, одна моя фара задняя стоит 200 долларов, ну, плюс доставка, и то получается, грубо говоря, с Америки, естественно, 300 долларов, 300 долларов умножим на 73, и получается такая прикольная сумма, 2200, там, 21 тысяча рублей, да, ну, или нет, ну, вы сами посчитайте и поймите, что где-то из той же оперы, вы заплатили мне еще меньшую сумму, ох вы и говно, кончено говно. Знаете ли вы, что после просмотра ютуба мне не очень хочется садиться за руль? Не знаете? Так вот вам тема аварии на дорогах. Посмотрите, и так же, как я, не сможете сесть за руль. Но вот вопрос, сколько это и где такое возможно? Я не раз говорил о сложности, так вот, управление машиной, это более сложная процедура, чем полеты и езда на поезде. Поезд вообще и в большем случае идеал, все под надзором. В самолете так же, но есть возможность уйти вверх, либо вниз, либо повернуть. А вот этого в машине нет. Только газ, тормоз и небольшой поворот. И вот оттуда ежедневно 4000 аварий в России, примерно так. У некоторых есть регистраторы и в путь за признанием на ютубе. Но насколько это напрягает страховщиков? Вот вопрос. 160 миллионов рублей в день. Но за весь год они получают и оставляют себе 400 миллиардов рублей. Вы не опупели ли? Борзота-то просто шикарная. Это я по минимуму насчитал. Клево иметь нас, россиян, то. При этом нас еще и швыряют. Ну, сволочи, новые гады. А чтобы проверить, возьмите калькуляторы и посчитайте. Я этим пользуюсь постоянно. Так вот, огромное спасибо господину Навальному. Он наконец-таки начал людей привлекать к просмотру грамотных сюжетов. А то, что такое ютуб? Ну, это отдельная тема, что такое ютуб. Я вам еще раз говорю. Умных сюжетов там ранее не смотрели. А сегодня и сейчас, обратите внимание, количество просмотров одного сюжета. Ну, он там много-много работает. Молодец. Ну, просто, конечно, молодец. Вот. Но я когда бы посмотрел этот дивный сюжет, да, в принципе, все неплохо, красиво, ровно. Но зададимся вопросом о смысле. То есть смысл жизни диктует вам не интернет-вещание, нет. Смысл жизни диктует вам Библия. Это самая старая, самая древняя книжка нашей истории. Потому что все оттуда и начиналось. И в свое время был такой пророк Моисей. Вот. Он сильно-сильно верил в Бога, да. Вот. Да и мы должны тоже понимать, о чем идет речь. Ну, не до конца он в Бога верил, но зато он создал свое пророчество. И вот несколько пророчеств от Моисея, которые, в принципе, очень сильно демонстрируют нам нашу сущность. Наша сущность какова? Наша сущность такова, что, ну, не в каждом государстве царь очень хороший. Не в каждом. То есть в государстве царь хорош, где идет увеличение населения, понимаете? А у нас население как-то куда-то отваливается. То есть надо об этом тоже понимать. И давайте вспомним, сколько государей российских вы вспомните с умом и грамотностью. Я вспомнил, ну, штуки 3-4, не более того как. Вы еще, может быть, меньше, да. Петр Первый, естественно. Вот. На самом высшем уровне, который прорубил окно в Европу. А остальные, как бы, ну, всегда были не совсем правильными товарищами. Поэтому давайте все-таки определимся, что наше государство имеет вот такую особенность. Что касаемо нашей дивной особенности, нашего дивного сегодняшнего сюжета. Почему я все-таки приехал сюда. Киа Моторс, проспект Ленина, 111. Потому что здесь второе подразделение. И подразделение вот этой самой структуры, которая мне реально не нравится. Понимаете, какая вещь? То есть, если оно и случилось, то даже вариант страховки вам не дает возможность получить качественный ответ на ремонт вашего автомобиля. То есть, что они сделали? Я еще раз говорю. Машина, в принципе, из разряда раритетов. Уже 30 лет. Потому что на машине написано. Написано, что год 92-й. Но посмотрите по ВИН-коду, она скажет, что она года 91-го. Да-да-да, уже 30 лет в машине. То бишь, даже если мы будем говорить про разбитый поворотник, так я не буду ничего говорить. Наворот, и 5-е, и 10-е. Но в интернет залезьте и вбейте, что даже сам поворотник стоит 250 долларов только там. Плюс доставка. Это уже не самый дешевый вариант. Вот они эту сумму мне всего лишь и отдали. Понимаете, да? То есть, оригинальных и бэушных поворотников не существует в природе. Существует то, что вам делают. И делают это та самая фирма, которая работала с ними. Все. Других вариантов не существует. В машине 30 лет. И именно в 91-м году появились широкие фары. В смысле, мелкие, узкие фары, простите. Туплю немножечко. Вот и все. То бишь, вы не смогли мне даже восстановить мою оптику. Ну что же вы за говно такое, а? Ой, боже мой. И, наверное, в связи с тем, что начальство у нас ворует, в связи с тем, что я даже не понимаю, о чем идет речь, прямо передо мной стоит огромная площадка. Чтобы ее не дать бизнесменам. Нет, все ждут, когда кто-то озолотит их карман. Причем озолочение кармана, а это уже я сделал дополнительный сюжет. То есть, первоначальный сюжет, он куда входит? Первоначальный сюжет, он идет в Егорию. Ту самую, которая располагается. Блин, я в свое время их крутил каким-то образом, для чего непонятно было. Вот, страховое общество, естественно. А это дальше сюжет. Мы же хотим побороться с коррупцией. Почему это место никому не отдадут? Потому что коррупция города Магнитогорска, она очень-очень интересная. Все хотят свой дом. Я говорю, вы там ничего не оборзели? Ну, давайте хотя бы понемножку... Ну, так. Я понимаю, что без коррупции государство не существует в природе. Но оно должно быть грамотным. А то, что у нас творится, ну, что за жопа? Слово о том, что эти все слова, это те слова, которые мы можем произносить. И поэтому ограничения, по сути, не существует. Хотя, в принципе, что такое YouTube? Три раза он меня кидал. И ты разу у меня кидал на одну сумочку такую. Один, шесть, шесть, шесть. Представляете, да? Слово о том, кто верит в Бог, а кто в него не верит. Ну, да ладно. Даже используя, ну, не совсем божеский канал, мы можем все это дело вам продемонстрировать. Кто реально швыряет, кто реально швыряет вас. Вы даже принесете им. А на третьем, на втором этаже, вот здесь можно так зайти. Вот, прям, там чуть-чуть они тусуются. А оценщики, причем оценщик такой весьма интересный. Приехал ко мне говнюк. Да, 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 блин. На машине такой, блин. В Вольсквагене. И начал мне уши втирать. Я говорю, вы что там, оборзели что ли? Они честно втирают вам уши. И если честно, и если вообще, то давайте все-таки, используя мой интернет-канал, потому что моему интернет-каналу, может быть, он еще и старше, чем ФБК, ФБК, потому что уже одиннадцатый год пошел, в интернет-изданиях мы можем так оттянуть этих говнюков. Звоните, никаких проблем нет. Мой телефон, вы знаете, 8951 470 0770. И мы будем ездить вместе с вами показывать то и те структуры, с которыми лучше не связываться. И, может быть, тогда мы все эти материалы отдадим. Куда? У нас есть президент, который говорит, борьба с коррупцией. Вот туда мы все это делаем сорьем. Чтобы было понятно, что мы не говнюки. Мы умные товарищи, жители города Магнитогорска и их окрестностей. Продолжение следует...